Добрый день, уважаемые телезрители! С обзором основных событий этой недели Айдана Ховалых сегодня в нашем выпуске. Глава Тувы с членами правительства начал выезжать в Кожуны. Депутаты Верховного хурала Тувы дали добро на назначение вице-премьеров и министров экономики и финансов. Кино и концерты только по QR-кодам. Задача – защитить пожилых от смертельного вируса и поддержать материально. Тувинская горнорудная кампания к отопительному сезону 2021-2022 года готова. Обшежитие по улице Чехова, дом 8 в Кызыле сносят. Контрафактные смертельно опасные антиалкогольные рейды. 41-я общевойсковая армия овладела Кубком Шойгу. Сегодня в правительстве Тувы прокомментировали текущую ситуацию по выплате учителям республики повышенной заработной платы. Напомним, ранее сообщалось, что выплата зарплат по новой системе, включая перерасчет за сентябрь, будет произведена в этом месяце. Ко мне уже получались учителя с двух районов. У нас два района не получили в полном объеме даже по старым подходам зарплату сентябрь. Коллеги сегодня выплачивают, обещают, что сегодня в этих двух районах учителя хотя бы по старому получат за сентябрь зарплату. Будет повышение зарплаты у каждого учителя. Но каждый учитель ощутит повышение заработной платы. Она будет у всех индивидуальной. Еще раз подчеркиваю, что по школам будет увеличение фонда оплаты этого труда педагогических работников на 20%. Это очень важно, подчеркиваю, педагогических. Это не обслуживающий персонал, это не административного хозяйственного персонала. 10% подчеркиваю для работников дошкольных учреждений, педагогических работников дошкольных учреждений. Но то, что называется, воспитатель получит, точнее фонд, они увеличатся, а у нянечек, к сожалению, он останется пока на том уровне. Сделано серьезное первое движение к существенному увеличению фонда оплаты труда. И уже в ноябре выровняем зарплаты по всей республике, она будет понятна, прозрачна и все. И мы дисбалансы, недопонимания в первые 15-21 ноября устраним и выйдем уже на плановое финансирование системы оплаты труда. В фонде школы есть как жесткие базовые оклады, так и есть стимулирующие. Вот стимулирующие распределяются к определенным правилам. Вы знаете, там положение есть. И очень важно, чтобы коллектив школьный отнесся к этому фонду стимулирующих надбавок не как премии, которые всем раздается, а именно за какие-то заслуги или какие-то работы. Стимулирующие остаются. И в фонде общем стимулирующие есть. Глава ТУВ Владислав Хвалык начал выезжать в районы для обсуждения вопросов развития сельского хозяйства с местными фермерами и чабанами. Он отметил, что никто лучше самих фермеров не расскажет, на что делать упор в ходе реализации программы ускоренного развития АПК Республики. Для развития села нужен комплексный подход, хорошие дороги, школы, магазины, больницы и скоростной интернет. И главное создать рабочие места, запустив производство в селах. Возле села Хундергейт Зунхемчикского района капитально отремонтировали еще один участок федеральной трассы Р-257. Также глава региона Владислав Хвалык проверил подключение электричества в Арбан-Кирсарай и ремонт моста в селе Бажиналак. А также внепланово заехал в село Актурух проконтролировать ход работ в школе и Доме культуры. На этой неделе на заседании сессии Верховного Хурала депутаты рассмотрели кандидатуры, внесенные главой ТУВ для назначения на должность заместителей председателя правительства и ключевых министров. Сегодня в соответствии с Конституцией Республики Тыва и частью первой статьи 7 Конституционного закона о правительстве Республики Тыва депутатам Верховного Хурала представили на согласование кандидатуры на ключевые посты правительства заместителей председателя правительства и министров экономики и финансов. Предварительно после поступления предложений от главы республики данные кандидатуры были обсуждены на профильных комитетах. То есть на аграрном, на комитете по безопасности, на комитете по бюджету и так далее. Все кандидатуры были очень тщательно рассмотрены всеми членами комитетов и были вынесены решения комитетов о поддержке всех кандидатов по своим профилям. Далее все поддержанные кандидатуры были рассмотрены на главном комитете, комитете по государственному строительству и там же были приняты решения о поддержке всех кандидатов, которые были представлены главой республики. Зампредом правительства Тувы, курирующим сельское хозяйство назначен Уранул Ондар. Последние три года Уранул Алденулович работал на руководящих должностях в управлении Федеральной налоговой службы по республике Тыва. Ранее 10 лет работал в мэрии города Кызыла. В настоящее время перед нами и перед моей отраслью, курируем, встают вопросы с поддержкой федеральных министерств. Ранее 10 лет будет завершить разработку нашей программы ускоренного развития агропромышленного комитета республики на 2020-2026 годы, а также по итогам анализа народных паспортов определить основные приоритеты развития сельского хозяйства. Курирующий комитет это в основном сельское хозяйство, сельское хозяйство. И мы в принципе рады были поддержать кандидатуру главы, которую выдвинул Андар Уранул Аденулыча. Я до этого его не знал, я с ним работал только когда он исполнял свои временные обязанности. Показал себя очень достойным человеком. Мне кажется, что именно это его отрасль сельскохозяйства, потому что он и закончил Московскую академию сельскохозяйственную. Так что я думаю, он справится со своими возложенными обязательствами. Вице-премьером по вопросам социальной сферы стала Елена Хардикова, ранее занимавшая должность заместителя министра образования и науки ТУВ. Большое спасибо депутатскому корпусу за поддержку, за те высказанные предложения для выстраивания консолидированной работы с органом законодательной власти. Социальный блок, он самый объемный, он самый насыщенный. В него входят пять министерств, два агентства, включая вновь созданное агентство, это агентство по науке. Это вопросы социальной работы, они очень всеобъемлющие и очень плотно нужно работать с населением, и вот в этом направлении я и планирую работать. Но опыт работы у меня определенно есть в этом направлении. Помимо того, что я вышла из образования, работала в мэрии города Козыла заместителем по социальной политике, в министерстве образования. Эти сферы мне знакомы, но буду наращивать свой потенциал, буду выстраивать координированную работу со всеми коллегами, в том числе и с депутатским корпусом. Решение главы, вся фракция единодушно поддержала предложенные кандидатуры, и в целом мы консолидированно проголосовали за. Кроме того, на заседании комитета по социальной политике, который я возглавляю, естественно, нам была представлена кандидатура Хардиковой Елены Викторовны. В принципе, мы с ней раньше работали, и поэтому по данному назначению членов комитета вопросов не возникло. И мы все единогласно поддержали данную кандидатуру на выдвижение заместителя председателя правительства, курирующую социальную сферу. Думаем, что наше взаимодействие с ней будет плодотворным и, самое главное, принесет пользу населению Республики Тыва в плане социальной политики. Продолжит деятельность на должности министра финансов Тувы Орландо Стай. Заместителем председателя и министром эконом-развития стал Мингий Караул. Вице-премьером, полномочным представителем Республики Тыва в городе Москве стал Дмитрий Румянцев. Вчера мы были с главой в поездке, посмотрели, как чувствуют себя жители Республики, и уже глава поставил мне задачу с точки зрения социального развития проработать вопросы в правительстве Российской Федерации. Самое главное из моего опыта – это работа в правительстве Московской области, то есть я уже был на государственной гражданской службе, поэтому понимаю, знаю, как работает аппарат. Мое погружение в проблематику Республики, оно тоже требует большого внимания и большого участия, поэтому достаточно часто буду сюда приезжать, буду работать непосредственно на местах, буду знакомиться и погружаться в культуру, и хочу, чтобы как можно скорее жители Республики почувствовали меня своим. Заместителем председателя правительства и руководителем администрации главы и аппарата правительства будет Сергей Кхертек. За вопросы взаимодействия с правоохранительными структурами будет отвечать вице-премьер Тимур Кулар. При рассмотрении на профильных комитетах парламента мы получили багаж наказов граждан нашей Республики и приступили к его обработке. Основная задача – взаимодействие правоохранительным блоком нашей Республики и при этом обеспечение того должного общественного порядка на нашей территории Республики. И, в принципе, за все годы службы, я еще раз, наверное, буду повторяться, именно в этом направлении и работал. Я думаю, что у нас вместе с населением и вместе с главами администрации Кожунов, Сумонов, оно должно получиться. Наша фракция поддержала новый состав правительства, заместителей, зампредов. Те начинания, которые глава сегодня провел за несколько месяцев, считаем позитивными. И, в первую очередь, мы считаем, что новому составу правительства необходимо обратить внимание на повышение заработных плат не только в образовании, но и во всех бюджетных сферах. Всего в повестке заседания пятой сессии парламента региона рассматривалось 49 вопросов, в том числе и 18 законопроектов. Все заместители и председатели правительства Республики Тыва, а также министры экономики и финансов сегодня утверждены в Верховном хурале Республики Тыва. Айдана Холы, Владимир Суртук, Мирана Иргиттова, 24. В Туве, как и по всей России, с 1 ноября ведут систему QR-кодов для посещения общественных мест. Как и где получить свой пропуск, расскажет Алденкас Буян. Так как по всей стране вводится система QR-кодов, Министерство цифрового развития Республики Тыва организовало возможность получения их в печатном виде. В том случае, если гражданин не имеет доступа в личный кабинет портала госуслуг или по иным причинам не может самостоятельно найти свой код, ему в этом помогут специалисты любого МФЦ. В случае, когда заявитель прошел вакцинацию, но не имеет возможности получения QR-кода на бумажном носителе, специалисты МФЦ помогут распечатать сертификат с QR-кодом о прохождении вакцинации на бумажном носителе. Наличие QR-кода в общественных местах будут проверять при помощи приложения госуслуги «Стоп коронавирус», установленном на мобильном телефоне или через обычную камеру смартфона. В организации будут встречать сотрудники, которые будут при себе иметь считывающие устройства. Считывающие устройства подойдут любые телефоны, имеющие камеру и доступ к интернету. Люди, которые переболели коронавирусной инфекцией и имеют при себе ПЦР-тест, также могут посещать культурно-массовые мероприятия. В ПЦР-тест там тоже имеется QR-код и он тоже может быть как документ, который подтверждает проход в данные заведения. Ну а те, у кого имеется медицинский отвод от вакцинации, должны будут выбрать меньшее из зол и перейти на какое-то время в режим самоизоляции. В разгар пандемии коронавирусной инфекции государство старается оказывать помощь в первую очередь слабозащищенным категориям граждан, в число которых входят люди старшего возраста. Так, Минтруда и Минздрав Тувы проводят совместную акцию по стимулированию вакцинации пожилых граждан возрасте старше 60 лет. Суть акции заключается в том, что пожилые люди старше 60 лет, которые прошли полную вакцинацию в период с 18 октября по 15 ноября текущего года, получат продуктовые наборы. Сейчас в Туве под эту возрастную категорию подпадает более 30 тысяч человек. Из них первым компонентом на сегодняшний день привито 65%. Второй компонент у нас привито на сегодняшний день 17 900 человек или 60%. Соответственно, еще нам предстоит привить около 35% подлежащего контингенту лиц старше 60 лет. Для того, чтобы у лиц старше 60 лет, во-первых, мы защищаем их от заболевания самого COVID-19. И даже если человек заболеет COVID-19 новой коронавирусной инфекцией, вакцинированный уже, заболевание протекает легко, без осложнений. И даже если пациенты наши попадают в больницу, то, соответственно, в десятки раз уменьшается у вакцинированных лиц развитие таких осложнений, как вирусная пневмония и, соответственно, летальный сход в десятки раз уменьшается. Для получения продуктовых наборов во всех прививочных пунктах поликлиник нужно иметь при себе паспорт, полис ОМС и сертификат о полной вакцинации. Руководители центров социальной помощи на муниципальных образованиях производят доставку продуктовых наборов до районов, передают передаточным актам главным врачам центральных кожунных больниц. И далее уже по факту получения второй дозы вакцины «Спутник Ви» или «Эпиокорона» или одной дозы вакцины «Спутник Лайт», соответственно, подроспись уже будет передаваться данной социальной помощи. Эпид-ситуация в стране и в мире стремительно ухудшается. За сутки в России заболело более 36 тысяч человек. В Туве этот показатель тоже растет. На 22 октября уже 70 новых случаев. Организаторы акции еще раз напоминают, что вакцинация – наиболее эффективный метод защиты от нового коронавируса, который позволяет избежать тяжелых последствий. Тувинская горнорудная компания на сегодняшний день – одна из крупнейших поставщиков угля для нужд республики. Не ожидают ли туфу перебоя с углем этой зимой и что из себя представляют современные горные работы, узнал наш корреспондент Сайген Бирбе. С сентября текущего года республику лихорадила угольным ажиотажем. Порою звучали дилетантские реплики о разработке своего разреза, чтобы уголь был дешевле. При этом не учитывались колоссальные для этого вложения капитала, воспитание кадрового персонала и самое главное то, что невозможно купить любыми деньгами и время. Длинный горизонт планирования. Пятилетние, иногда десятилетние циклы. То есть в целом мы знаем, где через пять лет тот или иной эскаватор должен будет находиться. Во всяком случае мы планируем это. Соответственно здесь мощность крышных пород, вот этого скальника, вот вы его приезжали, вот он например, 72 метра. Мощность пласта, мы не говорим толщина, мы всегда говорим мощность. Мощность угольного пласта 7 метров. Ну то есть меньше 10%. Соответственно для того, чтобы добраться нам до угля, вот его еще не видно. Вот где вы видите вот этот эскаватор, да, еще там порядка 20 метров до угля. А до этого требуется многоэпизодная трудоемкая работа. Усредненный цикл для горных работ с момента, как мы заходим на местность нетронутую и до момента, когда мы выходим на уголь, ну обычно три месяца, не меньше, да, длинный цикл. То есть это зачистка верхних, вот как я сказал, осадочных пород наносных, да, соответственно, потом два раза отдельно блоками, да, по мощности взрывания, да, переэкскаваться, и только зачистка, и потом только мы выходим. Ну то есть здесь шесть операций, прежде чем мы доходим до угля. Кремельство – это минимум. Да, у нас, видите, вот горный бизнес, это неважно уголь, это любой полезный ископаемый. Очень длинный цикл, да, то есть мы должны иметь большое время, да, на, скажем, ну не раскачка, на подготовку. И также мы долго достаточно, скажем так, закрываем горные работы. То есть сейчас вот все останови, да, мы еще будем работать полгода, понимаете, пока все, вот полностью не дойдем до угля. Со слов горняков, самая сложная часть работ приходится не на холодный период года, а именно на лето. У нас самая страда не зимой, на самом деле, у нас самая страда – это лето. Мы должны подготовить запасы, да, вот мы сейчас почти, по сути, заканчиваем, да. Вот, ну еще хорошей погоды у нас там, ну месяца полтора-два точно будет. Вот наша задача – максимально обнажить уголь, все, и мы готовы, да. И дальше минус 40 будет, минус 50 будет, ну 50 здесь, так давайте, я сколько ездил, один раз только попал. Ну не часто бывает, да. Все, мы работаем в любых условиях. Туве очень повезло с качественным каменным углем и тем, что его добыча производится открытым способом. Но это стало возможным благодаря развитию в свое время специализированной техники. Ее у Тувинской горнорудной компании 20 единиц, основной из которых является шагающий экскаватор еще советской постройки. Вот этот шагающий экскаватор, который вы видите, да, эта модель называется 1070, да, то есть у нее 70 метров длина стрелы, ковш. Вот сейчас он ковш поднимет, увидите, кажется, вот он вот такой, он 10 метров кубических, да. Это основная горная машина, да, которая, ну по сути и производит горные работы. Несмотря на высокое качество техники, она тоже имеет свой предел при круглосуточной эксплуатации 365 дней в году. Каждый ремонт обходится компанией в копеечку. Только техническое обслуживание двигателя и силовых узлов крупнотоннажного белаза стоит организации порядка 10-15 миллионов рублей. Покупка шин обходится примерно в стоимость средней, поддержанной иномарки. Это не говоря о дефицитных запчастях многокубовых экскаваторов. А в следующем году предприятию предстоит вложиться в покупку новых белазов стоимостью 38 миллионов рублей каждый и нового бурового станка. Мы находимся на одном из забоев Кахемского разреза, где в круглосуточном режиме работает пятикуловый экскаватор. КамАЗ, он загружает три приема, а для полца третьего газа достаточно одного ковша. Находясь рядом с техникой-гигантом, с трудом представляешь рядом с нею легковые автомобили. Именно они хотят в нарушение техники безопасности проехать на опасный для них участок. По сути мы здесь уголь белазами загружаем и привозим туда на склад. И маленьким погрузчиком разгружаем вплоть до прицепов на обычный транспорт легковой. Уголь совершенно одинаковый. Ничего с ним за время перевозки не меняется. Есть просто устойчивый стереотип, что из-за боя взять это лучше. Не нужно этого делать. Вы подвергаете себя опасности, заезжая в угольный забой. Берете зачем-то глыбы, которые потом сидите по домам, раскалываете. На качество угля это не влияет никаким образом. Я объясняю, что станции тепловые, а не уголь перед сжиганием для максимальной эффективности, наоборот, измельчают в пыль. Ну и понятно, что если вы загрузите глыбами, у вас просто и влезет меньше из-за объема. Приобрели новый погрузчик, который позволит грузить не только большие машины, но и маленькие, включая легковые прицепы. Сейчас удобнее стало. Ну, новая машина есть новая машина, конечно. Я работал и на старых, и на больших. И, конечно, это две большие разницы. Новая есть новая. И тепло, комфортно. Это современная техника, удобное все для человека. Действительно, вместо того, чтобы трястись до забоя по грунтовой пыльной дороге и опять толкаться в очереди, гораздо удобнее загрузиться черным топливом такого же качества на складской территории разреза. Здесь можно спокойно приезжать на прицепах, загружаться. Для этого приобретен малый погрузчик. Здесь уголь не менее качественный, чем на забое. Ну, вот в этом сезоне третий раз сюда приезжаю. А на складе вы сколько раз грузитесь? В складе, ну, первый раз. Первый раз, да? Удобно здесь на складе грузить? Да, удобно. А вы довольны углем, который здесь именно выгружает? Да. Хороший уголь? Хороший уголь грузили. А вы раньше туда, когда заезжали, вам там удобно было? Там тоже очередь надо было. А, машин много. Там на самом забое машин много? Да. А сюда приехали раз и загрузили быстро? Да. Для увеличения отгрузок угля населению и сокращения автоочередей Тувинской горнорудной компанией продлен график работы весовых платформ, в том числе и в выходные дни. Также увеличено количество самих весовых для физических лиц до трех единиц. Заканчивается установка четвертой. По информации руководства компании Каменного горючего, на зиму 2021-2022 заготовлено в достаточном количестве. Но пока что основной проблемой ТГРК являются перекупщики, закамуфлированные под физических лиц, блокирующие длинными очередями приобретение угля населением непосредственно на разрезе. Городская администрация предупреждает, что в течение 10 дней ветхое здание бывшего общежития по адресу Чехова, дом 8, предназначенное под снос, придется освободить. Бывшие собственники квартир в общежитии были переселены в новое жилье еще в прошлом году. Как пояснили в мэрии, граждане, которые временно проживают в данном доме, должны освободить помещение до 29 декабря. Из-за сноса дома по адресу Чехова 8 в интернете под постами много негативных комментариев. Граждане не понимают, что дом признан аварийным. И на сегодняшний день состояние здания еще больше ухудшилось. И зимовать крайне опасно для жизни и здоровья людей. Не секрет, что это общежитие в центре города одно из самых запущенных с точки зрения коммунальной и социальной. Без должного ухода как со стороны жителей, так и коммунальных служб, внешний вид, инженерные сети и помещения пришли в полный упадок. Мэрия Кызыла здания признана аварийным и непригодным для проживания. В прошлом году более 170 жителей переселены в новый дом. Данные жильцы полностью переселены и получили новое жилье по программе переселения из ветхого аварийного жилья. Это по адресам Московская 116, 117, 118, Московская 121, Московская 122 и Дружба 28. Так как программа предполагает, после переселения последнего гражданина на новое жилье, дом подлежит сносу. Проблема в том, что в доме все еще живут люди. Это родственники, знакомые, бывших хозяев квартир. А то и вовсе посторонние с улицы, которые, конечно же, не имеют права находиться в аварийном здании под снос, где уже отключили электричество. В мэрии подчеркивают, люди были уведомлены о том, что заселяются в аварийное жилье. Они должны были освободить его в требуемые сроки и подыскать другое жилье. В настоящее время в собственности мэрии, подходящего по требованиям Роспотребнадзора, помещений не имеется. Теперь те, кто занимает здесь помещение, жалуются, что им некуда деться и негде жить. Некоторые, опять же, с их слов, сами отказались от переезда в новый дом. Потому что мэрия предложила ей площади меньше, чем они занимаются здесь, в аварийном доме, без света, воды и элементарных удобств. Уже есть информация стен. И поэтому сразу принимается решение о сносе. Переселение людей и последующий снос аварийных домов планируется также на улицах Кичола, Лапсанчапа, Дзержинского. Всего до Нового года будет переселены жильцы примерно 40 аварийных жилых зданий. Чтобы для понимания жителей, почему зимой, тут нет такого понятия, что зимой нельзя сносить, либо же летом. Потому что жилье аварийное, и потом чем быстрее сносишь, тем безопаснее. Потому что чем дольше люди живут, зимы у нас, знаете, суровые, не дай бог там произойдет какая-нибудь авария в этих домах, и потом опасно. И как мы последнего жильца переселяем, сразу будут приниматься решения о сносе. По словам начальника департамента Вячеслава Мажа, снос аварийных домов и переселение жильцов должны завершить до конца этого года. О том, что будет построено на месте старого общежития, пока не упоминается. Снос здания на улице Чехова, кстати, первый такого рода в центре столицы, будет проведен по итогам конкурса специализированной бригадой. В департаменте заверили, что будет все сделано максимально аккуратно и безопасно. Инна Клаян, Чайхан Данга, Кузел Сарксерен, Тува, 24. Сотрудники службы по лицензированию и надзору, полицейские, а также представители мэрии Кызыла продолжают проводить ежедневные антиалкогольные рейды по магазинам и пивным точкам. Удалось ли поймать нарушителей за руку в этот раз, расскажет Алден Казбуян. По данным Русалка, все чаще во многих городах России фиксируются случаи массового отравления людей алкогольной продукцией после праздничного застолья. В службе лицензирования и надзора по республике Тува дают рекомендации об опасности употребления контрафактной алкогольной продукции без акцизных марок с отсутствием товарных чеков. Если уж такая необходимость есть, покупать алкогольную продукцию, то ее нужно приобретать в лицензионных магазинах, которых у нас на территории республики 71 лицензионный магазин на 183 объектах. Обратите внимание, что в каждом лицензионном магазине есть свой уголок для потребителя, где выставляются лицензии, срок действия и какие законы соблюдаются. 171-й закон, федеральный закон и 952-й закон Республики ТВ. Также можно скачать приложение на свой смартфон «Антиконтрафакт Алко», просканировать штрих-код и получить полную информацию о содержимом бутылке. Если штрих-код на упаковке будет нечитаем, то велика вероятность того, что алкоголь разливали где-то в гараже или подвале. Во избежание случаев отравления алкогольной продукции, службы лицензирования и надзора совместно с полицией и мэрией города Кызыла каждый день проводят антиалкогольные рейды. Комиссия на сей раз нагрянула с проверкой в кафе-бары столицы. Именно возле этого магазина или ресторана, как они себя именуют, оборвалась жизнь молодого человека на фоне алкогольного опьянения. Арендаторы соседних магазинов, запчастей и кафе общественного питания жалуются, что каждое утро они видят окурки от сигарет, разбитые стекла, пустые бутылки, после посетителей пивнушки. А сотрудники кафе-бара нарушают несколько законов, в связи с чем получили не один штраф. В службе лицензирования будет возбуждено административное производство на хозяева, то есть индивидуального предпринимателя данной торговой точки. И по статье части 3, статье 16, кодекс об административных правонарушениях, санкция данной статьи предусматривается от 20 до 40 тысяч рублей. Еще владельцам выписан штраф от участкового за то, что продавали пиво, не открыв его, как положено по предписанию делать в баре. А со стороны представителя мэрии по данному индивидуальному предпринимателю будет проведено административное расследование в связи с несоблюдением расстояния от больницы. Также выписан штраф за несоблюдение противоэпидемиологических мер. В отношении продавца, который, оказывая услуги, находился без средств индивидуальной защиты органов дыхания, то есть без маски, нарушая указ главы номер 113. В данном случае уже составлен протокол об административном правонарушении по статье 3.18 закону Республики 2 и будет рассматриваться мировыми судьями. В следующем магазине, который находится в микрорайоне Южный, также продали алкоголь, не открыв бутылку. Продавцу этого кафе-бара также были выписаны административные штрафы. Хотя со стороны соблюдения противоэпидемиологических мер замечаний не было. В Туве с 2017 года ежегодно проводится благотворительная акция «Поделись теплом» для оказания помощи в виде теплых вещей малоимущим гражданам и семьям с детьми, оказавшимся в трудной жизненной ситуации. Всего на 1 октября 2021 года на учетах в Центрах социальной помощи семье и детям состоят более 5000 семей. В них воспитываются более 16 тысяч детей. Традиционно акция «Поделись теплом» проходит в течение месяца с 15 ноября по 15 декабря. Все желающие могут привезти теплые вещи в пункты на базе Центров соцпомощи. В Кызыле 21-22 октября состоялись четвертые всеармейские соревнования по спортивной борьбе. Обладателем Кубка министра обороны Сергея Шойгу и лучшей в соревнованиях стала команда 41-й общевойсковой армии. Об итогах состязаний РС Мангуш. Финальная матчевая встреча Кубка министра обороны сборной 41-й армии одолела команду ЦСКА с отсчетом 5-4. Третье место заняла команда Центрального военного округа. За команду победителя выступал и наш земляк, вольник Начин Кулар, который вышел победителем в финале схватки с Артуровым Бадиевым. Весит от 65 кг. Также в финале до 57 кг боролся другой тувинец, Начин Мангуш, но он уступил своему оппоненту. Соревнования посвятил глава ТУВ Владислав Хавалы, где вручил государственные награды заслуженному мастеру спорта Адаму Кураку, журналисту Валерию Плотницкому, тренером Елене Достай, Айдарсу Сандану и Саяну Санчату. Все армейские соревнования традиционно носят отборочный характер, чтобы выявить лучших, таким образом, вольники и борцы греко-римского стиля, среди которых крепкие средники, именитые спортсмены и олимпийские призеры боролись за право уступать в предстоящем чемпионате мира по борьбе, который состоится в ноябре в столице Ирана Тигране. И явным фаворитом в элитном чемпионате становится команда 41-й общевойсковой армии, где служат Начин Кулар и Начин Мангуш. Это были новости телеканала Тува-24. Я с вами прощаюсь и желаю приятных выходных. Редактор субтитров А.Семкин